доброе утро подводим итоги первый день минус 500 уже не рано день 2 сегодня посмотрим сколько сегодня мы потратим денег доброе утро ильдар приятного аппетита мою идею с блинами ильдар забраковал так что сделаем из остатка в масло которое у нас было бутерброды он в больнице прям налегал на них любил их очень и часть молоком вкусно тебе ильдар ты любишь бутерброды задумался что не проснулся еще помню сеть нормально на стол конечно сейчас я не пила нет я кофе пила да и бутерброды есть маслом они полезны а потом пойдем гулять с банан если не наелся вышли гулять наткнулись на яблоню обалдеть как много но мне кажется додички все-таки кислые когда мы жили в городской области меня подруга ходила вдоль дороги собрала вишню варил ее компот нам вишни как косарня короче растет а здесь интересно но и конечно буду собирать и варить из них но просто прикольно вот еда вдоль дороги тут у нас еще бутовском парке место для занятий спортом это баскетбольная площадка дальше футбольное поле здесь всякие турники брусья чтобы них отжиматься и подтягиваться тебя конечно покажу вот он наш главный спортсмен тут вот столы для игры в пинг-понг а там дальше за футбольным полем столы чтобы играть шахматы ну и там дальше площадка детская чисто идем молодец красавчик умничка дай 5 молодец даже по-английски сам себе посчитал для оказывается нормально но хорошо босиком полезно ходить нагрелась на солнышке наверное на следующий залезай да 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 на солнышке нагрелась а тут не горячо да где не на солнышке да нагулялись пришли домой по-быстренькому сделала обед сварила макароны для просто макароны с кетчупом будет сегодня без курицы без котлет так салат именно абсолютно макароны с яйцом ильдару без яйца то что он их не ест с яйцом просто скалом макароны будет с кетчупом он вот так вот и салатик отличненько дети идите обедать дарик приятного аппетита отлично приятного аппетита спасибо раз уж я сняла обзор запасов еды то нужно я думаю и бытовой химии тоже у меня все стоит вот на такой этажерке в ванной комнате здесь у нас все для лица зубные щетки затисался крема ватные диски гель умывания это ленин тоник тоже крем для лица ватные палочки мицеллярная вода что там еще крем для рук для кожи вокруг глаз и так далее здесь не всякие масочки и прочее надо тоже навестись порядок я вчера вот посмотрел у меня грязный холодильник сегодня не сегодня вчера вечером помыла здесь эти маски для лица глина это почему здесь стоит надо поставить наверх здесь все для волос это я купила когда начались сиральские события есть куда что все пропадет из продажи накупился краски для волос лаки тонику оттеночный шампунь еще такое не питать базам уход для окрашенных волос чем лежит нас просто ленин гель для укладки чуть-чуть его осталось вот ну и там еще много всего осветляющие этот как его крем что там еще да это все с нам тоника астеночный шампунь а здесь где бытовая химия для уборки для стирки тут вот и вернель который вчера купила там я санфор или в трубы этот как его как он называется ванишь английский значит исчезать это купила как это корейский пятновыводящий карандаш пятерчую возьму попробуем вдруг пригодится вот упала подаст доставкой сколько тут 6 килограммов стиральный порошок доме еще до этого был куплен 10 килограммовый короче пока тот кончился пока этот я начала мне еще надолго хватит и и Продолжение следует... 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 Вот так. Так, вот что я вчера забыла купить. Это корм для котов. Полтора килограмма сумаса 29. А это сколько стоит? 21 день. Это не полтора килограмма. А цены нету. Сейчас тогда проверим, пойдем. Как тут? 400, 7 рублей, 99 копеек. То есть если две пачки, получается полтора килограмма. Ладно, куплю пока одну. Хорошо, когда вокруг высокие дома. Подбежал, спор бесплатный у нас. Высокие дома защищают от солнца, потому что вон оно. И можно от жары спростись, выйти погулять вечером в отбор. И кайфануть. Вон, Алена, нас тоже кайфует. Что за книжка покажи, Алена? Секрет? Ну ладно. Такое красивое небо. Ну, тут еще на видео плохо видно, но облака почти розового цвета. Очень красиво. Одно из тоже, из бесплатных, как сказать, развлечений. Так нельзя сказать, развлечений, да? Вы тут сидите, соленый. Можете обказать, соленый? Соленый. Эльдар гуляет. Всем привет. Эльдар где-то там. Хорошо, сейчас прохладненько. Солнышко ушло. Вообще красота. Я думала о том, как еще можно сэкономить. На чем еще можно экономить? Я вот думаю, что есть такая пословица. Сэкономил, значит заработал. Но забота о финансе должна идти в двух направлениях. Во-первых, это сберегать то, что ты заработала. Во-вторых, работать больше и зарабатывать больше. Работать больше можно в двух направлениях. Во-первых, это развиваться как специалист. То есть становиться специалистом более высокой категории и получать за ту же работу, которую выполняешь сейчас, больше деньги. Или, если такого развития невозможно, можно брать больше работы на себя. Так что экономия, конечно, это хорошо. Но на одной экономии, мне кажется, не особо преуспеешь. Нужно еще что-то, кроме этой экономии. Поэтому, наверное, со следующей недели начну себе поиск учеников на репетиторство. Вот так, чтобы у меня был еще дополнительный источник дохода, кроме школы, где я работаю, и кроме кружков. За кружки, кстати, в Москве очень хорошо платят. Моя, например, оплата кружковой работы сейчас, я веду 4 часа в неделю кружок кембриджеский-английский. Я готовлю малышей к кембриджескому экзамену. И сейчас моя оплата за кружок больше, чем моя зарплата, когда я работала в угороде учителя английского языка. То есть за 4 часа я получаю больше, чем я получала за 27 часов в неделю, я имею в виду. В этом плане Москва очень прибыльный город, скажем так. Но и конкуренция здесь очень высокая, да. Так что вывод вот такой. Экономия это хорошо, но и работать тоже надо как можно больше и как можно качественнее, чтобы преуспеть. Где вчера были мои глаза? Вообще чем занят был мой ум, когда у меня 360 и 165 получилось? 520. Ой, 135. Опять я 160. Причем 135 у меня было. Буду теперь по отдельности записывать траты. Сегодня у меня 407. Это корм для кота. Для пятого сетей ему точно хватит. И 66 рублей я купила два сникерса в красном-белом для детей. Потом я лучше это на калькуляторе сложу, а то опять мне получится не те цифры. Ну так вот пока. Ну что-то я иду с опережением графика, надолго мне не хватит. Ну ладно, посмотрим. Продолжение следует...